Так редко звучит пророческий голос в церкви сегодня. Почему это звучит так редко? И вот в притче 25 глава я прочитаю по современному переводу. 11 стих по современному переводу, вы можете следить по синодальному. Нужное слово, сказанное в подходящее время, словно золотое яблоко в серебряной оправе. У нас сказано «золотые яблоки в серебряных и прозрачных сосудах». Слово, сказанное прилично, да, у нас прилично. Но само, дословно, это что значит приличное слово? Это не значит, что мы теперь должны неприличные слова говорить, да? Здесь подразумевается слово, сказанное вовремя. Или нужное слово, сказанное, написано в современном переводе, в подходящее время. В Писании много говорится про важность слова. Слово может нести жизнь или смерть, благословение или проклятие. Слово может либо вдохновлять, либо разрушать. Но Писание показывает, важно не только, какое слово звучит, но и когда это слово звучит. Важно не просто хорошее слово, но слово, сказанное вовремя, в нужное время, в точку. Потому что то же самое слово, сказанное не в нужное время, не будет иметь результата. Вот почему мы говорим все и говорим все, в принципе, используя похожие слова. Но слова одних могут касаться так, что дрожь идет. А слова других могут для тебя быть совершенно незаметными. Одни и те же слова. Просто одно слово сказано вовремя, другое просто сказанное. Просто сказанное. У меня одна, наверное, из любимейших сказок, которые я читал в детстве. Вы знаете, вот те книжки часто, те сказки, которые мы читали, это те как бы маленькие кирпичики, из которых состоит наша душа. Это формировало нас. И вот я помню, очень любил сказку, которую мы читали с родителями. Я ее даже как-то, помню, упоминал. Сказка называется, это японская народная сказка «Глупый Йотара». Помните, я как-то рассказывал про одного мальчика, которому мама сказала следить за рыбой. И вот она ушла, Йотара следил за рыбой, кошка прибежала, схватила рыбу и убежала. А Йотара обрадовался следить незачем, пошел гулять. Приходит мама, говорит, ты что гуляешь? Он говорит, мам, рыбы нет, ты сказал мне следить, но кошка ее съела, следить незачем, потому я и гуляю. Мама говорит, глупый-глупый. Надо было прогнать кошку. Сказать ей, брысь, кошка бы убежала, рыба бы осталась. А, сказал Йотара, в следующий раз буду умнее. И вот мама сказала Йотару на следующий день, иди в огород, посмотри на капусту, у нас там, может быть, червяки едят капустные листья. И пошел Йотара смотреть за капустой и увидел больших червяков. И он стал кричать им, брысь, брысь, махать руками, но червяки не слушались, прибежал. Он домой к маме и сказал, мама, червяки не слушаются меня. Говорит, Йотара, надо было прихлопнуть червяка, а не кричать ему, брысь. А-а-а, сказал Йотара, в следующий раз буду умнее. И вот он пошел в город, там было представление, собрались борцы, вокруг собрались люди. Йотара прибежал, ничего не мог увидеть, но он увидел только старика, который стоял перед ним, и у него на лысине сидела муха. Он взял веер и прихлопнул старика по голове. Старик обернулся и поколотил Йотара. Йотара прибежал в слезах, говорит, мама, мама, как ты меня учила, я прихлопнул эту муху, но старик разозлился. Она говорит, ну ты что, тут надо было просто не прихлопнуть, а помахать веером, муха бы улетела сама. А-а-а, сказал Йотара в следующий раз, буду умнее. И вот в деревне были пожары. А знаете, японские дома, это такие деревянные, с бумажными часто стенами. И вот одна Йотара прибежал, увидел пожар, и он видел, как с пожара одна искра прилетела на соседний дом. И Йотара взял веер и стал махать. Из этого огонь еще сильнее разгорелся. Выбежали люди из дома, поколотили Йотара. Йотара опять пришел в слезах домой. Что с тобой случилось? Спросила мама. Мама, я помахал, как ты учила. Но люди меня побили. Он говорит, ну ты что? Это же другой случай. Тут нужно было залить огонь водой. А-а-а, сказал Йотара в следующий раз, буду умнее. И вот он шел по деревне мимо кузницы. Смотрит, там огонь кузницы. Кузницы молотками работают. Набрал Йотара воды, побежал и стал заливать. На что кузницы побили его. Опять прибежал Йотар в слезах. Говорит, мама, опять мне побили. Я сделал, как ты учила. Залил водой, там огонь в кузнице. И мне понравилось. Он говорит, да ты что? В кузнице люди же работают. Там огонь нужен для дела. Тебе нужно было взять молоток и, может быть, помочь с ним. Поработать с ними. А-а-а, сказал Йотара в следующий раз, буду умнее. И вот он увидел драку на следующий день. Им ребята дрались палками. Да что, Йотара схватил палку и стал помогать и бить всех. Ребята перестали драться и побили палками Йотара. Йотара опять прибежал домой и говорит, мама, меня опять побили. Я делал все, как ты сказала. Мама услышала и говорит, Йотара, ну ты что? Нужно было не драться с ними, а разнимать их. А-а-а, сказал Йотара в следующий раз. Буду умнее. И вот на последний день Йотара долго не хотел выходить на улицу, но тут уже не мог сидеть дома и пошел. Видите, собаки грызутся. И он начал их как бы разнимать, мирить. Собаки удивились и набросились на Йотара и покусали Йотара. Опять он пришел несчастный домой. Мама посмотрела на него. И вот финал этой сказки я хорошо запомнил. И мама ничего не сказала. Дурака учить, только время терять. Продолжение следует...